Аэропорт Внуково завершил работу по реконструкции взлётно-посадочной полосы. Торжественная церемония открытия части ОЛП состоялась уже сегодня. И уже завтра во Внуково вернётся специальный лётный отряд «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. Кроме того, новая полоса сможет обслуживать пассажирские дальнемагистральные рейсы. Её качество уже оценил Николай Старобахин. За железным забором строительные будки-времянки. За два дня до юбилея аэропорт Внуково выглядит непразднично. Отмечать 70-летие здесь будут скромно. Другое событие куда важнее. Сегодня закончился ремонт на самом главном участке всего аэропорта – перекрестье двух взлётно-посадочных полос. Два с половиной месяца Внуково жил даже не с одной, а с частью от одной полосы. Ситуация не аварийная, но не штатная. Потому, например, президентский борт на всякий случай перебрался в Шереметьево. За это время аэропорт пережил два небольших происшествия. Один самолёт при посадке выкатился за пределы укороченной полосы. Ещё один слегка зацепил проволочное ограждение – зона ремонтных работ. Некоторые экипажи допускали отклонения. У некоторых техника немного отказывала. И слава богу, что весь этот период, два с половиной месяца, мы отлетали с соблюдением норм безопасности полётов. Никто не пострадал. Это главный итог. Ремонт шёл без остановок 24 часа в сутки. И строители, похоже, к их собственному удивлению, управились вовремя. Впереди ещё много работы, нужно целиком отремонтировать другую полосу. Но самое трудное, похоже, позади. Это надо соединить и вторую полосу, то есть слой-слой подойти, не испортить, чтобы там трещина не образовалась. И первую полосу в дальнейшем с слои совмещать. Поэтому очень сложно. Дальше здесь пересечение коммуникаций, потому что бетон – это что? Это самолёт сел и покатился. Самое главное здесь всё, что творится под землёй. Это всевозможные кабели, сети и так далее. К своему юбилею Внукова подходит не только с обновлённой полосой, но и с новым терминалом. Правда, и он пока не закончен. Готова лишь половина от первой очереди. Особое внимание здесь людям с ограниченными возможностями. Никаких барьеров во всех смыслах. В аэропорту внедрён так называемый «принцип гладкого пола» по европейским стандартам. Мы не рассматриваем маломобильного пассажира как больного пассажира. Они не нуждаются в медицинской помощи. Они нуждаются в оказании содействия при прохождении технологических операций. При прохождении досмотра, может, какие-то функции при оформлении багажа. В новом терминале впервые в столичных аэропортах появятся давно известные за рубежом траволаторы – движущиеся дорожки для пассажиров. Полторы тысячи видеокамер будут следить за безопасностью. Готовы, конечно, ещё далеко не всё, но что успели, к юбилею постарались сделать. Николай Старобахин, Сергей Бизин, ТВ-Центр.